Для дружбы, для улыбок и для встреч в наследство получили мы планету. Нам этот мир завещано беречь и землю удивительную эту. Своё видение того, что значит мир, продемонстрировали ребята Гродно и области, учащиеся школ, внешкольных учебных заведений и колледжей в рамках проведения конкурса «Мир – это значит». Несколько месяцев им было дано на поиск идеи для видеоролика и её реализацию. Потом были объявлены результаты и, наконец, авторов 10 лучших работ собрали для награждения. До мая месяца ребята снимали ролики и говорили о том, что значит для них мир. Комиссия жюри отобрала 10 лучших роликов. И сегодня мы пригласили ребят на то, чтобы их поблагодарить и поощрить за их работу. Вы знаете, очень душевные, очень хорошие ролики они создали и очень трудно было выбирать. Сегодня мы подводили итоги конкурса видеороликов «Мир – это значит», в котором принимали участие учащиеся школ и лицеев, колледжей Гродненской области. Мероприятие было совместное, которое организовывали Гродненская областная организация «Красного креста», Гродненское областное отделение Белорусского фонда мира, Гродненское областное телевидение и Главное управление образования. Для нас это такой первый опыт сотрудничества. Я считаю, что мероприятие удалось. Поучаствовало большое количество детей. Роликов было очень много. Ролики достойные. Видно, что поработали дети, поработали педагоги, уделили этому очень большое внимание. Поэтому определить победителей было очень сложно. И поэтому комиссионно встречались несколько раз, обсуждали, решали. Но в итоге победители все-таки определили. Лучшим в конкурсе был признан видеоролик учащихся средней школы номер 40 имени Кремко города Гродно. Над созданием конкурсной работы трудились огромной командой, в том числе педагоги и воспитанники школьных художественных студий. Все те рисунки, которые вы видели в нашем видеоролике, это нарисованы нашими детьми. У нас работают две изо-студии, и наши педагоги подошли, так сказать, к этому творческой, поддержали мою идею и воплотили это в своих рисунках вместе со своими детьми. Наше первое место – это результат командной работы, которую мы воплощаем все вместе. И, так скажем, мы рады, что нас оценили, и мы заняли первое место. Строчкой ниже расположился конкурсный проект Щучинского дворца творчества детей и молодежи. Тоже сложная, как концептуально, так и в реализации работа, над которой трудились чуть ли не всем составом этого учреждения дополнительного образования. Конечно, нужна была идея. Это большая командная работа. Мы привлекали наших педагогов и их детей, которые работают во дворце творчества детей и молодежи. Вообще сама идея была показать теплый, уютный дом, в который хочется возвращаться снова и снова. Наше историческое здание, наш дворец творчества, в котором постоянно кипит жизнь, работа интересная, плодотворная. Наше учреждение, которое работает на благо, на созидание и на развитие новых идей. В целом на награждении были продемонстрированы 10 лучших творческих работ. А после церемонии и ребят, и педагогов ждали увлекательные задания, квесты и мастер-классы. Одним из которых стал тренинг по созданию видеоконтента. Автор программ и оператор телерадиокомпании Гродно поделились секретами своей работы от создания концепции до реализации. В других мастерских тоже кипела работа. Ребята показали свои видеоролики, получили подарки, поучаствовали в мастер-классах, познакомились из профессии репортера и узнали, что такое первая помощь, и принятие участия в творческих мастер-классах. Поучаствовали в квесте. Я думаю, это мероприятие запомнится надолго, и дети будут ждать следующего.